Это HTC 10. Как будто имя виновно в неудачах, компания HTC отказалась от слова One и назвала новый флагман просто цифрой 10. Прошло уже много времени с момента анонса аппарата, но стал ли он лучше и укрепился ли в наших сердцах? Давайте выясним. Три года назад модель One M7 называли айфоном в мире андроид. Конкурентов у красивого флагмана в металлическом корпусе по сути не было. Даже Nexus 5 был не так интересен и все было по делу. Но рынок не стоял на месте, а компания легенда, которая подарила миру первый смартфон на мобильной платформе от Google, не знал что с этим делать. В общем-то до сих пор так и не знает. Тыльная часть корпуса HTC 10 практически копирует One M7, матовый металл, от продольной шлифовки отказались, пластиковые полоски есть, круглое окошко камеры. Чтобы отличать девайс от предыдущей версии, грани срезали по периметру. Скосы красиво блестят на солнце, но смотрится это немного неуклюже. Как будто за станком на уроке труда лишнего с одной стороны срезал, ну и пришлось делать симметрично. Но плохого в этом ничего нет. Выглядит неплохо, сзади даже может начать нравиться, но увлекаться все равно не стоит. Переворачиваем HTC 10. Во-первых, лицевую панель вероломно лишили отличительной детали симметричных динамиков. Окей, они бесполезны, ничего не страшно. Тем более тут все еще стерео, аккуратная решетка над экраном и прорези на торце вот наши динамики. Нижний отвечает за басы, верхний за высокие частоты. Есть два режима работы – театральный и музыкальный. Звук, как это и всегда был у HTC, очень хороший. Но конкретно у данного аппарата за полгода жизни нижний динамик сел и теперь хрипит. К боковым граням стекло чуть закруглили, на экранные кнопки навигации сменили сенсорными. HTC мечтится туда-сюда. Не надо так. Но вернули сенсорные кнопки не просто так. Появилась клавиша «Домой», которая распознает отпечатки пальцев. К сканеру нет претензий, не самый быстрый, но этого хватает. Кстати, на экранные клавиши и в настройках включить нельзя. А потому что идите-ка вы. Привыкли к One M9? Отвыкайте. Плюс эти кнопки расположены не по центру участка стекла. Спереди смартфон выглядит спорно. Да ладно, чего мелочиться. Лицевая часть плоховато выглядит из-за таких дизайнерских решений. Фронталка тоже огромная, сверху зачем? Но сзади это чистый HTC. К эргономичности претензий почти нет. Девайс ощущается тяжелой, качественной вещью. Весит 161 грамм. Клавиша выключения имеет узор, поэтому легко нащупывается. Но и тут есть свои недостатки. Во-первых, из-за большого угла скосов держать десятку трудновато одной рукой, практически как 5,5-дюймовый смартфон. Второе, от чего-то тайваньцы вырезали отдельный слот для сим и карт памяти и разместили на противоположных гранях. Вообще не ясно. Это лишние детали, а лишние детали — это лишний повод чему-нибудь сломаться. Сверху находится пластиковая вставка, она улучшает качество приема и только. У One M9 там находился ик-порт, но здесь от него избавились. Смартфон всего на 1,5 мм длиннее предшественника, но создатели смогли увеличить диагональный дисплей до 5,2 дюйма против 5 у M9. Выросло и разрешение — с Full HD до 2K. IPS экрана HTC 10 хорош всем, разве что читаемость на солнце ниже, чем у премиальных устройств. А так передача цветов отличная, угол обзора тоже. Ещё стоит отметить, что сенсор освещенности несколько задумчив. Автояркость тут лучше отключить. С другой стороны, ещё непонятно, зачем тут разрешение 2560 на 1440 пикселей. Ну ладно бы это 5,5 дюймов было, но для 5,2 — просто бесполезно и на производительность, понятное дело, это влияет. Очень радует, что многие производители сейчас отказались от этой идеи установки таких экранов. Про производительность. Под покатой алюминиевой крышкой тайванец находится Snapdragon 820, 4 ядра, тактовая частота 2,2 ГГц. Предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 внутренней. Но, повторюсь, что есть флешка, поэтому количество памяти не так важно. Работает HTC 10 быстро, на самом деле, да, но троттлинг здесь безумный. В Antutu смартфон выдает около 130 тысяч баллов. Первый раз разогревается он при этом очень сильно, но терпимо, прям на грани. Если запустить тест ещё раз, то количество очков уменьшается до 95-97 тысяч, так что не всё так здорово. С играми тоже наблюдаются проблемы, какие-то идут без всяких лагов, а какие-то начинают тормозить спустя пять минут. Даже простейший Impossible Game умудряется тормозить. К счастью, тут есть специальный софт с именем Boost Plus, который позволяет оптимизировать разрешение в играх до Full HD. Иногда это серьёзно так помогает. Но, в целом, телефон не для игроманов, несмотря на 820 Snapdragon. Следующая. Камера. Традиционная слабость семейства One. В HTC привлекали покупателя ультрапикселями и двойными модулями. Всё зря. Сенсор 10-го нарушает традицию. Наконец-то у флагмана флагманская камера. 12 мегапикселей, размером 1,55 микро на каждой, апертура 1,8, оптическая стабилизация, лазерный автофокус, запись 4К видео, но длительностью не дольше шести минут греется, потому что... По детализации фотографии не уступают уровню Galaxy S7 и iPhone 7. Картинка очень реалистичная. Нет любимого в последнее время усиленного шарпинга. Одним словом, фотки получаются такими, какими должны быть. Вот чего-чего, а камера здесь достойная. Конечно, я говорю про фото с видео, как и у любого смартфона на Android, кроме Samsung, здесь не очень. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, ультрапиксели всё те же и впервые среди девайсов A-брендов реализована оптическая стабилизация во фронталке. Она тоже великолепно справляется со своей задачей. Дальше. Емкость аккумулятора 3000 мАч. HTC 10 не заряжается без проводов, зато имеет быструю зарядку за полчаса 50% благодаря поддержке Quick Charge 4.0. А вот заявленные в промо-компании два дня активной работы — миф. Из-за аппетитов процессора с использованием мобильного 4G, девайс не продержится дольше светового дня. В целом, экрана хватает на три с половиной часа при умеренном использовании. Работает HTC на Android 6.0.1 с фирменной оболочкой Sense, теперь без номера. Лаунчер выглядит как компромисс между стоковым маршмеллоу и Sense прошлых лет. Но все равно это реальная работа для фанатов Android 2.3. Анимации выхода из приложений вообще нет. Если зажать палец на рабочем столе, вылезает какое-то кривое меню страшное. Что это вообще такое? Нет, ну конечно, Sense стал лучше, но он все еще непонятен и некрасив. Тут даже виджет времен Windows Mobile остался. Я все понимаю, дань фанатам, но и их с каждым годом становится все меньше и меньше. Где материал в системе? Его практически нет. Но зато предустановленного софта заметно меньше. Отказались от некоторых дубликатов, заменив на программу от Google. Например, стандартные, галерею и календарь. Оставили стартовый экран Blink Fit с плитками новостей и магазин с темами рабочего стола. Для чего-то убрали стандартное приложение музыки, заменив его на Play Music. А ведь конкретно оно было совсем неплохим в старых HTC. Конечно, можно поставить АПК. Да, именно, его даже в маркете нет. В общем, странные ребята в этой компании работают. И это при условии, что здесь отличный звук в наушниках. Чуть насыщеннее, чем даже в iPhone 7 а по громкости примерно такой же. Есть поддержка 24-битного Hi-Res. И для этого тут Play Music, серьезно? Что еще осталось добавить? Есть диод для уведомлений, вещь полезная. Есть также режим управления экраном в перчатках. Телефон поддерживает быстрые жесты, вроде включения экрана или камеры. Присутствует режим максимального энергосбережения, работает хорошо. HTC 10 стоит 50 тысяч рублей в данный момент за 32-гигабайтную версию. Для такого телефона это чересчур завышенная цена. Поэтому десятка исключительно фанатская вещь. Я привык к HTC и покупаю только HTC. Но почему бы и нет? Флагман продается в трех цветах. Серебряный, черный и золотой. Версий на две сим-карты нет. Есть еще упрощенная версия HTC 10 с 3-мя гигабайтами оперативной памяти и Snapdragon 652. Называется 10 Lifestyle. Угадайте, сколько стоит? 40 тысяч. Объяснять, что такое покупать нельзя, я думаю, не стоит. Кстати, вместе с телефоном были показаны первые в мире наушники с Type-C от JBL. Есть еще и версия с Lightning. В России они тоже продаются по цене в 13 тысяч рублей. Итак, десятка – это действительно лучший смартфон, созданный HTC, потому что он новее, остальных – мощнее. Но это не самый удачный вариант для своего времени. И плюс ни одного весомого преимущества, за исключением камеры и звука в наушниках, перед другими флагманами, у него попросту нет.